Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о вомбатах о ком спросите вы о комбатах нет о вомбатах для этого мы с вами переместимся в Австралию и там нас ожидает поистине интересный зверек который никакого отношения не имеет к вооруженным силам и ведет довольно таки спокойный образ жизни хотя если копнуть поглубже то и у него уж точно можно найти пару интересных фугасов то есть фактов но обо всем по порядку поехали вомбаты преимущественно обитают на австралийском континенте относятся они к семейству сумчатых млекопитающих а также к отряду двурезцовых питаются в основном растительной пищей и живут в норах которые сами же и роют их внешний вид имеет некоторое сходство совсем маленькими медведями ну или с достаточно крупными хомяками произошли вомбаты по словам ученых а дипротодонов это была крупнейшая известная сумчатая когда-либо обитавшая на земле дипротодон принадлежит к так называемой австралийской мегафауне группе необычных видов живших в астралии подобные животные обитали на нашей планете еще около 10 миллионов лет назад и к нашему времени выжили лишь два рода представляющие данное семейство это короткошерстный и длинношерстный вомбат вомбаты это типичные травоядные животные которые вырастают в среднем почти до 1 метра их вес при этом составляет порядка трех десятков килограммов эти животные отличаются тем что у них достаточно плотное и в то же время достаточно компактное тело поэтому туловище сравнительно небольшое голова крупная а конечности хотя и коротковатые но достаточно сильные хвост у них сравнительно небольшой и считается учеными слаборазвитым хотя как они это поняли не понятно у самих-то хвоста нет основной окрас шерстяного покрова либо серый либо пепельный а где у вомбата хвост правильно там где у всех на попе и это для него главное достояние задняя часть животного отличается уникальным строением здесь располагается значительная часть костей и хрящей которые покрыты твердой кожей считается что попа этого животного служит своеобразным защитным щитом в случае реальной угрозы когда какой-то хищник пытается проникнуть в нору к вамбату вамбат закрывает нору выставляя наружу свою пятую точку заблокировав таким образом вход в свое жилище так как она массивнее по сравнению с передком вамбаты запросто могут использовать ее в качестве оружия и если необходимо придавить противника он это сделает и что вражина последнее увидит так это слаборазвитый хвост и сильно развитую вамбачью попу при этом несмотря на сравнительно короткие конечности эти животные с легкостью развивают скорость до 40 километров в час они также могут сбираться на деревья и неплохо плавают челюсти вместе с зубами имеют схожее строение с первичными пищеперерабатывающими органами грузунов эти сумчатые животные отличаются от других видов сумчатых животных тем что у них во рту наименьшая численность зубов верхней и нижнем ряду располагаются передние зубы режущего типа в том числе и жевательные зубы кстати вамбаты считаются искусными мастерами по строительству подземных лабиринтов их часто называют одними из самых талантливых землекопов несмотря на свои габариты конечности у вамбатов небольшие они достаточно мускулистые при этом на каждом пальце располагаются по когтю и вот с помощью своих мощных лап они роют для себя комфортные подземные жилища ширина тоннелей достигает почти 3 метра при их длине до двух десятков метров так что вам бачья семья живет в довольно таки просторных хоромах в дневное время эти животные находятся в своих норах при этом и не спят или просто отдыхают с наступлением вечерных сумерек покидают свои норы и появляются на поверхности чтобы размять свои кости и найти для себя пропитание как правило вамбаты живут многочисленными группами поэтому их жизненное пространство достаточно внушительное подобные группы животных занимают территории площадь которых составляют порядка нескольких десятков гектаров границы своей территории животные метят с помощью своих кубиков каких таких кубиков спросите вы никаких а каках да у вомбатов из попы щита выходят кубики чтобы выяснить в чем причина такого феномена ученым пришлось конкретно покопаться результаты исследования были озвучены на специальной конференции которая проходила в атланте и и специалистам удалось определить что формированием экскрементов занимается кишечник строение которого позволяет это сделать за счет наличия как жестких участков так и достаточно эластичных в результате на выходе появляются экскременты в виде кубиков размером до двух сантиметров вамбаты укладывают их горками как можно выше так они общаются со своими сородичами а также помечают свою территорию а чтобы производить кирпичи нужно кушать эти животные в основном питаются растительной пищей и с удовольствием поедают молодые травянистые растения кроме этого вамбаты питаются корешками плодами различных растений мохом и грибами зрение у них не очень а вот прекрасно развитое обоняние помогает животного безошибочно находить для себя еду в ночное время несмотря на то что у вамбатов достаточно медленные обменные процессы в организме они достаточно эффективны чтобы переварить всю съеденную пищу этим животным необходимо порядка двух недель они считаются одними из самых экономичных потребителей влаги на нашей планете поели поспали переходим к размножению как правило вамбаты размножаются когда захотят независимо от сезона несмотря на этот факт в местах обитания который характеризуется достаточно засушливыми погодными условиями процесс размножения может иметь сезонную привязку вамбаты представляют категорию сумчатых животных но сумки у самок располагаются необычно по направлению назад подобное расположение связано с тем что животные много роют нор и грязь землей может попадать в сумку к детенышам таким образом и малыши защищены и рыть норы намного удобнее после оплодотворения самка вынашивает свое будущее потомство на протяжении трех недель как правило на свет появляется всего один детеныш эти животные не приспособлены к тому чтобы выкармливать и выращивать более одного малыша после появления на свет детеныш на протяжении в 8 месяцев находится внутри сумки матери мать заботиться о своем потомстве круглосуточно после этого маленький вамбат покидает сумку матери но еще на протяжении одного года он будет жить рядом с мамой до наступления момента половой зрелости обитая в условиях естественной природной среды эти животные живут не больше полутора десятков лет обитая в условиях неволе если условия обитания рацион питания отличаются качеством то вамбаты способны прожить почти четверть века в условиях дикой природы у вамбатов практически нет природных врагов несмотря на свой покладистый нрав если необходимо защитить свою территорию вамбаты становятся неимоверно агрессивными встретившись с врагом животное становится достаточно суровым раскачивая своей массивной головой стороны в сторону и издавая пугающие звуки его бесстрашный решительный вид подталкивает многих хищников к тому чтобы не связываться с вамбатами если угрозы не помогли вамбат атакует своего противника первым пуская в ход свою массивную голову ну а если та не помогает пятая точка раздавит любого австралийского хулигана и несмотря на то что угрозы нет вамбаты в настоящее время крайне малочисленны во первых на территории появились переселенцы из европы которые начали активно осваивать новые территории из-за чего природные места обитания этих уникальных животных оказались под угрозой в результате их ареал обитания существенно сократился во вторых европейцы привезли с собой различных животных поэтому вамбатам пришлось конкурировать с этими животными за место под солнцем третьих переселенцы начали практиковать охоту на этих животных в сумме подобные факторы сыграли решающую роль на жизнедеятельность бомбатов как результат австралийская популяция длинношерстных бомбатов оказалась на грани исчезновения чтобы хоть как-то решить данную проблему специалисты организовали несколько охранных зон в виде заповедников и теперь человеку придется приложить немало усилий чтобы наши потомки смогли воочию видеть не только кубики а и самих производителей смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля